Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным фундаментальным событиям. Собственно, прошлой недели, которую вы сами прекрасно видели, стала довольно интересной для не только трейдеров, которые следят за активами, но и интересной, собственно, для самих финансовых инструментов, потому что задала определенные ориентиры, и этих ориентиров мы, безусловно, будем поддерживать дальше. Впереди у нас ноябрь, совсем, по сути, день остается до открытия предпоследнего торгового месяца 2007-го года, сразу напоминаю, что у нас в начале ноября решение банка и по... ...по... ...должен гадить к... ...и... ...по... ...это США... ...первого... ...почая, может... ...это... ...по... 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 ...будиться... ...получим информацию... Субтитры создавал DimaTorzok 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 еще на спекуляциях относительно объявления имени будущего председателя Пресса США, который в феврале уже должен сменить Джанат Йеллин. И если до последнего времени мы рассматривали еще Джанат Йеллин в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов, то есть то, что она сможет сохранить события полномочия, последняя информация, она правда еще не 100%, но гласит то, что сейчас борьба разразилась между Телером и Фаусом. Я об этом, собственно, отметил в начале вебинара, хотя настроения могут очень быстро измениться, Трамп, будучи противоречивой фигурой, может снова в удивительный раз и оставить Джанат Йеллин на этой позиции. Но даже если так, друзья, у нас Джанат Йеллин тоже сторонник жесткой политики, поэтому возможная пролонгация ее полномочия особенно вряд ли не повлияет на курсе, точнее, вряд ли сильно скажется, на курсе доллара мы лишь будем действовать в соответствии с нашими прошлыми ожиданиями и также покупать американцев. Поддержку доллару еще оказывает сильная статистика. Здесь, какой бы мы отсчет с вами не проанализировали, подтверждение того, что все, кто властно в активности американский экономик, индекс PMI, маркет в предыдущем секторе, 54,5% в прошлом, 53,1%, индекс делал активности в секторе услуг, это поважнее. Ну, тоже оценка в марке, кстати, на этой неделе будет опубликована статистика тоже в активности в сфере услуг, но по версии ISM. Это как сравнивать, к примеру, бизнес-оптимизм и ИФА и ЗЮ, мы понимаем то, что ЗЮ куда круче отчет. То же самое у нас впереди ISM, мы до конца этой недели переднем фармпэрлс, будем следить за этой статистикой, но сразу настраивалась на то, что данные будут, скорее всего, лучше, ожидания лучше в прошлых отчетах и данные будут иметь очень хорошую возможность, чтобы привести к еще большему укреплению доллара. Также в среду вышли данные по заказам товарно-движненного пользования, здесь снова у нас прирост 2,2% против прошлого, 2%, поэтому благодаря такому. фундаменту доллар японская и иена, разумеется, стала пользоваться активным спросом. Мы, доллар, против иены, не видели никакого подтверждения ухудшения фона в основу по ситуации, связанной вокруг Северной Кореи, поэтому логично и нормально откупали постепенно американцев. Локальный хай, который был зафиксирован в первой половине недели, 114.23, потом мы его еще несколько раз переписали, но под конец недели все равно доллар столкнулся с распродажами, их можно было бы объяснить и техническими факторами, когда трейдеры фиксируют результат достигнутых сделок. Ну и еще нужно отметить то, что когда-то коррекция опять совпала с появившейся информацией, что председателем ФРС станет не Тейлор, а Джером Павлов. Но снова обращаю ваше внимание на то, что это еще не 100% неподтвержденные данные, это лишь рыночная попытка урвать какую-то стопку и попробовать его размусорить. Сейчас мы уже перебрали всех наиболее вероятных кандидатов, каждого отыграли с последствиями на монетарную политику, но фактическое решение все равно за трапом. И это решение, напоминаю, будет принято уже в ближайшей торговой сессии. Под ближайшими торговыми сессиями я подразумеваю там не перспективу нескольких недель, а скорее всего это решение будет уже до пятницы. Отдельно стоит выделить фонд тех, кто следит за брифингами, которые я провожу каждый день в 9.30 по московскому времени через перископ. Поставьте это приложение, подписывайтесь на наш канал и, соответственно, будете в курсе, одним из первых узнавать все события, которые прогремели на рынке, события, которые влияют на финансового актива. И первыми будете заступать, собственно, в трейдерские трудовые будни, вооруженные уже тем, что можно отработать в рамках дня. Я стараюсь оценивать, безусловно, хотелось бы это делать максимально объективно, но эта оценка одного человека моя, поэтому взгляды и прогнозы субъективны. Особо, прошу жестко их не критиковать, это лишь информация для размышлений. Это информация, которая должна быть помощью вам, поддержкой, если есть в этом необходимость использовать ее, если нет, это можете игнорировать. Но я считаю то, что правильно все-таки со своей стороны держать вас в курсе всего, что происходит, по крайней мере, новостной фон и фактор влияния на активы, он в общей для всех, вопрос в том, как его интерпретировать. Вы в курсе всех основных новостей, если нет, друзья, мы можем не дожидаться правильного понедельника, достаточно посвящать брифинги, которые проходят 5 дней в неделю по будни, как я уже отметил. Вернемся к фунту, потому что фонд один из, по-моему, даже единственный актив, который я сейчас рассматриваю с точки зрения роста. Это касательно рисковых инструментов. В отношении других я не вижу предпосылок для роста, потому что американец на фоне восстановления позиций доллара трудно конкурировать с ним, когда он хочет свои позиции, и это приводит к ослаблению площадь инструментов. Но в отношении британцев, почему я справляюсь в пользу роста, потому что фунт сейчас крайне замотивирован на одно очень важное событие, которое еще не произошло, но может случиться уже в этот четверг. Это потенциальное повышение процентной ставки. Мы видели, как в начале прошлой недели фунт еще раз доказал всем, что остается одним из самых волатильных финансовых инструментов. Казалось бы, на фундаменте, который был предсказуем, понятен, мы увидели серьезное движение. Фунт, кстати, прибавил около двух фигур, то есть 200 фунтов, и разогнал с отметки 1.33 до уровня 1.33. 1.31, точно, до уровня 1.33. Причина – это данные по темпам экономического восстановления, которые были публикованы, собственно, сейчас видите на своих экранах. Это статистика и квартального, и годового выражения. Я был крайне удивлен, что макроэкономический отчет не расчаровал, потому что мы до этого анализировали с вами крайне слабые ссылки по промышленному сектору, довольно скромный отчет еще и по форсуэрю слуху. Тут у нас рост квартального выражения на 0.4 с 0.3, и в годовом до полутора процентов с 1.4. Важно, что отметить, что на поле этих данных есть полноценные спекуляции на тему того, что банку Англии пора повысить процентную ставку. Для этого есть все условия. Посмотрим, какое решение будет принято в этот четверг. Остается совсем немного, но я предлагаю рискнуть и поспекулировать на том, что это решение все-таки может быть принято. Соответственно, ставку по анонсированному могут загнать с текущих 0.25 до 0.5. Соответственно, любое решение, которое связано с ростом процентных расставок, должно приводить к резкому укреплению в курсе национальной валюты. И в связи с этим, если банка Англии действительно считает, что единственная возможность, которая сейчас может остановиться через метр на стампляции, это коррекция процентных ставок, то какой-либо обратной реакции на это событие мы вряд ли увидим. Потому что даже если какой-нибудь энтузиазм рыночный либо отдельно взятые объемы попробуют на оконне повышение процентной ставки, потащить пункт ниже, вдруг вступит до банка Англии и при необходимости через валюту интервенции все-таки приведет к тому, что окон национальной валюты вырастет. Поэтому я считаю, что до конца этой недели мы можем спекулировать абсолютно здраво на текущем фундаменте, что пара способна показать рост больше, чем 200-250 фунтов. Если этот прогноз будет реализован, то мы закрепимся по топали фунт-доллар выше отметки 1,34. Евро вплоть до четверга был зажат в узком диапазоне, движения были скромные, несколько десятков фунтов, даже с натяжкой, и в целом мы держали чуть ниже отметки 1,18 и 1,17,70. На стороне покупателей были данные по индексу деловой активности оптимизма от ИФА 116,7, то есть прошлого 1,15,3, это не что иное, это исторический хайп. Также евро поддержали отчеты по активности в производственном секторе, в секторе услуг, в Германии еврозоны в целом. Я на брифингах проводил параллель, почему сектор услуга отстает от производственного сектора. Если вы, соответственно, присутствуете на брифингах, вы знаете, если нет, то еще раз напомню, либо просто расскажу, что это связано в двух словах. Производственный сектор, он ориентируется на внешнем спросе, то есть спросе состава, не скажу так, мировой экономики, это нормально для экспертно-ориентированного государства. Что касается сферы услуг, то активность сферы услуг может пробиваться только за счет высоких показателей внутреннего спроса. А если мы говорим всегда про низкие значения инфляции в еврозоне, значит, мы уже подразумеваем то, что потребительская активность на скромном значении. Вот почему сфера услуг немного проседает, но это, по крайней мере, на ничем растет. А промышленный сектор Германии и в целом всей еврозоны пока что на коне. И считается, что именно он является основной причиной, по которой темп экономического роста за последний период, указывает на то, что 2017 год для еврозоны будет очень и очень удачно. Все, может быть, друзья, по статистике, но не забывайте, что определяя вектор денежно-кредитной политики, где Европейский Центральный Банк исходит не только с показателями ВВП, но еще и смотреть за индексом потребительских цен, а к этому индикатору у нас очень много значений. Если бы с инфляцией все было в порядке, то ИЦБ уже давно бы свернул в программу количественного смягчения, уже давно бы вернул ставчик по депозитам на положительную территорию и поднял бы еще выше основную ставку резинации. Но этого сейчас не происходит. И событие четверга заседания Европейского Центрального Банка, мы сейчас в двух словах все поанализируем, указало на то, что сторонники мягкой экономической политики могут спокойно выдохнуть и быть уверены в том, что именно такой вектор режима монетарного будет характерен для ИЦБ еще минимум брендов с 2018 года. Нет, конечно же, это отдельная история. Нефтянка у нас ролировала, продолжать это делать и сейчас. Мы с вами все пытались коснуться вот этой заветной цели сопротивления по бренду 50 долларов за баррель, по WC54. Собственно, эти цели были реализованы с них двой, потому что в пятницу мы как раз увидели очередной всплеск интереса к активу, увидели и приток доп. капитала, и мощный ралли, который состоялся под закрытие торговой сессии. Я лично наблюдал, как все это разворачивалось на пиццерок, потому что очень хотелось уйти на выходные с хорошим настроением, хотелось подзаработать, и бренд у нас охладал наши ожидания, позволил нам это сделать. Рост, собственно, пятницы и бренда на двухлетних максимумах. По WCI пока что мы не можем обозначить такие многолетние хайи, хотя если восходящая динамика продолжится, то после пробоя 55 долларов за баррель мы тоже будем констатировать уже уровни экстрема за более длительный период времени. Причина? Их на самом деле несколько можно отметить то, что простимулировал это ралли изначально крайне мистичное заявление министром нефти Саудовской Аравии Калида Аль-Палиха, который отметил то, что Саудовская Аравия сейчас готова предпринимать все возможные усилия, чтобы содействовать общим процессам ребрацировки рынка. В частности, министр нефти Саудовской Аравии коснулся темы тех решений, которые могут быть принять и 30 ноября, и намекнул рынку на том, что Саудовская Аравия готова поддержать следодействие инициативу по продлению этого факта, который всем известен, факт, который направлен на восстановление спроса и предложения и сокращение избыточного предложения, которое присутствует на рынке нефти. Ну не знаю, насколько это мощный сигнал, если вы же быть совсем точными, если вы же быть реалистами и не открываться, скажем, от земли, мы помним, потому что Саудовская Аравия это те же спекулянты, те еще провокаторы движения и те еще обманщики, скажем, которые действуют на рынке черных зол. Потому что Саудовская Аравия, когда дело доходит до высокопарных ключей, конечно же, это 5 баллов, потому что никто так и не заинтересован, никто так и не готов делать все, что требуется и все, что возможно, а может даже и невозможно, чтобы разорвать котировки нефти выше текущих значений и снова способствовать возвращению 80 долларов за оплату. Но когда это дело доходит до реальных действий, никто так и не уходит в тень, как Саудовская Аравия. Я считаю, что ситуация может повториться сейчас, до 30 ноября. Ну, безусловно, есть время еще, но мы уже выжили все сотни, мне кажется, смерти. Конечно же, на вот этих настроениях, ожиданиях того, что впереди встреча в Вене, представители ОПЕК обязательно договорятся о продлении СДК до конца даже 2018 года. Это может стать причиной отыграть еще один серьезный и весомый шаг на пути ребалансировки рынка, но я таких избыточных ожиданий пока не разделяю. Я думал, что на этих настроениях мы сможем добаться до 60, но не больше, но добрысь до этой планки раньше. Но это не значит то, что раз цель выполнена раньше времени, значит, можем поставить на еще больше роста. Я, как я уже отметил на сегодняшнем бритинге, по нефтянке теперь разделяю другую позицию, считаю то, что этот рынок может легко развернуться и пойти уже снова вниз к тем поддержкам, с которым мы когда-то начинали вот это ралли, развернувшееся на финансовых площадках. Что касается прочих отчетов, которые непременно нужно было анализировать, это статистика Бейкер Кьюз по количеству нитяных терминалов, это релиза пятницы, как вы помните, количество терминалов выросло на одну не единицу, и как раз рост числа активных сланцевых и буровых позволил мне также предположить тот факт, что вот как раз подтверждение, что по WSI, по американскому сорту нефти, достигнуты 54, это сигнал, когда все большее количество сланцевых производителей будут возвращаться в большой нефтяной бизнес, потому что сейчас этот бизнес находится на очень высоких показателях рентабельности, крайне эффективен, крайне высок по результатам, по отдаче, потому что гуляет уже по маржинальным и способен обеспечивать за счет еще решения, какой статистический запас их активно продавать, обеспечить соответствующим владельцам по буровым большим количеством доходов. Не пользоваться такой ситуацией сейчас просто нельзя. Пока цены держатся на столь высоких значениях, нужно как можно больше добывать и, соответственно, как можно больше продавать. Значит, США у нас в ближайшие недели, ну, точно до конца 2017 года, снова будут основной фундаментальной идеи, почему котировки нефти будут снижаться. Потому что рост добычи нефти штата будет компенсировать все действующие, текущие и новые усилия, на которые только пойдет ОПЕК, по сокращению изглеченного предложения. При всем уважении к ОПЕК, те показатели добычи, которые сейчас идут со стороны США, они практически перекрывают вот эти действия, вот эти усилия, которые направлены на возвращение мировых запасов к уровню, к противному уровню среднему, скажем, за последние 5 лет. Нужно корректировать сильнее и сильнее показатели по сокращению добычи, но на это вряд ли пойдут страны ОПЕК, несмотря на все громкие заявления, которые звучат. Торговая сессия среды также была открыта еще очень интересной, крайне активным движением в астралиице. Мы видели резкий обвал с отметки практически 0,78 до уровня 0,77. Произошло это после того, как трейдеры проанализировали данные по имени потребительских цен в Абстрале. 1,8% друзья, с 1,9% это спад, который реально доказывает, что на сентиляции тоже не все сейчас хорошо складывается на сентиляции потребительских цен, продолжает испытывать давление, а если у нас снижается сентиляция, значит об отказе от действующих экономических стимулов и росту процентных ставок и речи быть не может. Поэтому у нас этот астралийц резко опросел, следко за ним не переключились на статистику по процентной ставке в Канаде. Это тоже отдельная история, потому что USDCAD на этом фоне показал мощное движение. Я надеюсь, кто-то смог участвовать в этом локальном ралли, потому что решение было отыграно не только в магните, но оно зарядило эту пару на то, что рост продолжится. И, возможно, даже пара USDCAD сможет подобраться до отметки 1.35 от перспективы ближайших месяцев. Почему? Потому что Банк Канады подтвердил тот факт, что они сейчас уже начинают придерживаться нейтральной позиции по поводу роста процентных ставок до конца этого года. То есть, если раньше многие спекулировали, что в декабре ставку полосит, сейчас вероятность этого фактически нулевая, потому что руководство Банка Канады, в частности Каролина Вилкинс и Стивен Полос отметили, что рост канадца последние 2-3 месяца стал причиной резкой просадки показателей экспорта и привел к замедлению инфляции. Соответственно, если добавить еще логику, учитывая знания о крайне высоких показателях задолженности домохозяйства, можно понять, что любые изменения процентных ставок должны происходить с максимальной стороной, потому что могут еще больше нагрузить показатели закрепованности. И чтобы не допускать такую глупую ошибку, конечно же, сейчас Банку Канады лучше, что нужно сделать, это признать ошибки уже, которые они допустили, путем 2-х повышений ставок по сути этим летом, и сказать то, что пока что они займут временем, точнее выжидательной позиции, которая может подлиться до 1 квартала 2018 года. У нас с вами есть 3-4 месяца, друзья, чтобы пока ставить на ослабление кананса, и я надеюсь, что за эти 3-4 месяца мы сможем с вами забраться выше, гораздо выше, текущее значение. Не забывайте также, что рост пары USDCAD, который наблюдается сейчас, он еще не сопряжен с ослаблением цель на нет. Если котировка перезвернулся по мере тестирования текущих значений, и если трейдеры осознают то, что текущий уровень это локальный экстремум максимум, который только можно было достигнуть, в них будет валиться, а снижение дептянки будет оказывать еще больше давления на сырьевой актив, который, безусловно, очень сильно зависит от того, что происходит на рынке нефти, потому что нефть для Канады это такой же важный ресурс, как и для России. Соответственно, по USDCAD, наверное, долгосрочные ожидания вам уже есть не понятно. Я буду возвращаться к этому активу периодически на брифингах, ну и на вебинарах, т.е. тему. Будем актуализировать регулярно, я держу руку на пульсе и по имени появления каких-нибудь депанкных новостей вы первыми о них узнаете. Давайте вернемся к рынку нефти, потому что здесь важно еще в качестве аргумента просто добавить и статистику по запасам нефти, пусть и данные по запасам нефти указали на то, что на прирост, на 850 тысяч парней, но был еще и компенсирующий фундаментальный фонд, этот компенсирующий фундаментальный фонд совпался данным по запасам бензинодистилляторов, так вот они серьезно опросели. Опросели гораздо мощнее, скажем, чем прогнозы, которые присутствовали на рынке и, собственно, статистика по запасам бензинодистилляторов, то, что они снизились, это отражает и высокие показатели спроса, да и то, что мы сейчас видим по запасам нефти, позволяет нам сделать вывод о том, что американские нефтеперабатывающие заводы оправились впоследствии ураганов, сейчас находятся на достаточно высоких показателях загрузки своих производственных мощностей. Благодаря этому фону рост нефтянки ускорился, усилился, опираться много было на что. В целом, думаю, что фундамент по нефти мы уже с вами разобрали. Коснулись мы локальных экстремов, максимумов и сегодня я на битинге позволил себе дать рекомендацию, что нужно искать уровень для продажи. Вы можете, друзья, посмотреть на технику, может быть, она вам поможет с учетом восходящих каналов, с учетом линий поддержек и сопротивлений. Если с этим возникнут какие-то проблемы, то тогда снова приглашаю вас на бритв, я попробую это сделать уже завтра и, соответственно, завтра дам вам конкретную инвестиционную идею, что таких уровней нет, можно уже солить. Что касается европейской валюты, то, безусловно, пройти мега события прошлого четверга ни в том, что сейчас нельзя, потому что Европейский центральный банк принял решение о сокращении программы QEV2 с 60 миллиардов до 30 миллиардов эти решения вступят в силу с 1 января 2018 года. Почему евро обвалился? И причем обвалился примерно на 250 пунктов. Это потому, что в отходе состоявшейся после этого пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги была озвучена позиция, что при необходимости ЕЦБ может расширить снова ассортимент покупаемых анализаций, и то, что ставки будут оставаться на столь низких значениях, как и сейчас, на исторических минимумах, по сути, в течение более длительного периода времени и не обязательно выход с программы QEV, причиной, из-за которой ставки будут разгоняться. Но фактически Драги сделал акцент на то, что еще в течение длительного периода времени после сворачивания программы количественного смещения ставки будут держаться на текущих значениях. Это победа, конечно же, для сторонников мягкой экономической политики. Мы тоже ставили на слабость Евро и, собственно, реализовали наши с вами идеи, потому что Евро очень сильно просеет. Можно еще поспорить с тем, что уже на Евро оказало большее влияние, потому что, опять же, решение по ВЦБ совпало и с очередной сессией парламента, которая прошла в Каталонии. Тогда уже появились первые сигналы, признаки того, что декларация независимости будет принята. Собственно, в пятницу ее приняли. Сразу после этого Мадрид инициировал запуск 155-й статье Конституции, которая предназначена на то, чтобы лишить автономии Каталонии посредством ввода центрального управления со стороны Мадрида. Слежу за развитием событий, друзья. Я думаю, что у нас ожидают в виде еще череда протестов массовых волнений, беспорядков, которые будут нагружаться в Евро, а что еще вкупе с сильным долларом открывает практически безграничные возможности для того, чтобы продавать и продавать этот актив и оставлять его в числе ауксайдеров. Я думаю, что 1,15 – это ближайший литер, который будет достигнут. Что касается доллара, то американская валюта под конец недели получила еще один блок сильных отчетов – это ВВП 3% с 2,5%. И здесь важно отметить то, что экономический рост оказался на довольно прекрасном значении, даже несмотря на последствия ураганов Харви и Има. Это значит то, что минеранская экономика, если уж и не полностью оправилась от них, то, по крайней мере, переживая с минимальными потерями. Нам не нужно негативиться с тем, что эти ураганы могут оказаться на экономическом росте, значит, человеком хватает нас ожидает еще более солидный прирост. И подтверждает это, собственно, статистика по индексу расходов на личное потребление, то, что отражает активность потребителей. Именно народные домохозяйства, скажем, национальные, через спрос на товары длительного пользования, через хорошие показатели реализации роличных товаров, разгоняющихся экономику и поддерживают сектора промышленности и сферы уступок на очень высоких значениях. Еще одним подтверждением того, что с потребительской активностью все замечательно, является и ИМИС, потребительство доверия Мичиганского университета, который хоть и проселся прошлого храя в 101.1, но все равно остается на максимальных уровнях, собственно, с 2004 года. Поскольку рост доллара продолжился, разумеется, рисковые активы, такие как европункт, так и остались с подавлением вплоть до пятницы. Это что касается, собственно, событий прошлой недели, друзья, давайте посмотрим, что нас ждет в 3D. Сессии предстоящие будут крайне нагружены, крайне насыщены, завтра до нашего брифинга еще нас ждет решение банка Японии по процентной ставке, конечно же, ничего меняться не будет, и во время пресс-конференции я лишь ожидаю слышать еще одно подтверждение, тире сигнал, что политика будет мягкой. Но признаю, друзья, то, что последние 2-3 месяца подобные комментарии не очень-то охотно отыгрываются в японской валюте, и, по сути, мы реакции особо не видят. Ну, несколько десятков пунктов, это, конечно, же, ерунда. Поэтому повторение того, что уже всем известно, вряд ли будет завтра мощным катализатором на азиатской сессии для пары доллара и евро. И даже если рост доллара последует, то, скорее всего, он будет больше основан на резонансе тех позитивных факторов, которые я перечислил уже по штатам. Завтра еще отчет по ОООП Канады, также статистика по индексу подремительских цен, по инфляции рекомендую обратить внимание на базовое значение индекса подремительских цен, потому что, скорее всего, снова у нас просадка будет по этому индексу, и снижение индекса сейчас это возможность для драги в ходе последующих выступлений без конференции оправдать и обозначить позицию до того, что политика должна быть мягкой и дальше. По нефтянке у нас завтра стартовый день по запасам Американского института нефти. В прошлой неделе показалось, что рынок активно реагирует на статистику по запасам, но, правда, на правительственные отчеты будут публикованы в среду. В среду супердень, мало того, что мы ждем первый сигнал по состоянию американского рынка труда, через отчет по EDP у нас еще и индекс активности в производственном секторе и постепенного разгона инфляции от АСМ. Посмотрите на прогнозы, на ожидания, эта статистика должна выйти лучше прошлых значений и, возможно, по активности в производственном секторе мы с вами увидим максимальное значение за последние 6 месяцев. При реализации такого сценария доллар должен продолжить расти, потому что этот отчет станет сигналом того, что в декабре ставку повысится вероятность чуть ли не в 100%. В этот раз вы видите сейчас на слайде то, что нас ждет решение ПРС по процентной ставке. Не думаю, что ставка что-то произойдет сейчас, потому что любые серьезные сдвиги и изменения должны сопровождаться соответствующими комментариями. В этот раз пресс-конференции после заседания не будет, поэтому без пресс-конференции ПРС также не будет удорожить общественность, потому что всегда нужно произвести разбор полетов, ответить на вопросы и успокоить рынок, если реакция будет неправильна. Поэтому если нет такой возможности, нет возможности выступить, значит, зачем корректировать ставку. В четверг у нас день поспокойнее, он будет в целом приурочен к пункту, традиционно такую сеть называют куточки для пункта, для Англии, потому что сразу и планируем объем покупки активов и решение процентной ставки, отчет по личной политике и протоколу заседания. На что мы рассчитываем, на что мы надеемся, мы рассчитываем на повышение процентной ставки. Соответственно, рост ставки, как я уже отметил в начале этого вебинара, будет мощным протализатором и импульсом для фунта. И даже если в этот момент доллар будет очень сильно заряжен на рост, все равно фунт больше отреагирует на национальный фунт. Поэтому здесь интерес к фунту может быть более пережащим, даже и более выжимым, чем интерес к доллару. Если другие активы по факту роста доллара могут посесть, то здесь стоит особняком. Я на этом строю свою идею, что до конца недели мы с вами сможем неплохо отрасти на этой валютной каплане. Ну и, конечно же, пятница. Это non-farm payrolls. Количество новых рабочих мест в месте из хозяйственного сектора, данные по уровню труда и по уровню зарплат. Плюс ко всему у нас ожидает еще статистика по уровню труда о Канаде, активность деловой, точнее, индексуативности СМ в секторе услуг. Первый отчет, на который обязательно нужно будет обратить, и последний еще по совместительству по закрытой неделе, это динамика роста заработных плат. Поскольку мы с вами вот уже сколько раз за время этого вебинара отметили высокие значения потребительской активности, конечно же, они могут быть таковыми только в том случае, если денег у потребителей становится больше. Значит, логично рассчитывать на то, что зарплаты подросли. В случае роста доллар продолжит двигаться вверх, и я надеюсь, что сможет против иены добраться до сопротивления 113. Для этого здесь сейчас все условия. Ну и, конечно же, друзья, слайд, это ценовые ориентиры по наиболее ликвидным популярным валютным парам. Я думаю, что в соответствии с тем фундаментом, на основном, который я озвучил, уже понятно, в принципе, каких целей придерживаться. Можете зафиксировать их для себя, выделить такой актив, который лично вас интересует, и придерживаться в валюте. Еще раз напоминаю, что это только субъективный оценок. В мое видение ситуации, которое должно быть дополнением к вашему. И на основном этого нужно рождать, скажем, какое-то среднее, приближенное к реальности и к реализации, то есть высокими шансами исполнения. Соответственно, на этом все. Если есть вопросы, вы можете задавать их сейчас в рубрику чат, либо использовать для этого канал на YouTube. Я, собственно, даже приветствую вашу активность там, потому что весь контент у нас прежде всего попадает туда. Мы старательно развиваем этот канал коммуникации. Спасибо тем, кто проявляет активность, оставляет комментарии. И двойное, даже тройное спасибо тем, кто помимо этого ставит еще и лайки. Становится все больше и больше. Друзья, это вдохновляет, мотивирует на продолжение активности. Ну и только благодаря этому мы продолжаем развивать канал и добавляем все новые и новые видеоматериалы. Ну, собственно, на этом все. Хорошей вам торговой недели, хорошей вам закрытие текущей торговой сессии. Будем ждать роста доллара, реализации наших два срочных инвестиционных идей. Пока что рынок явно нам благоволит, хотя бы под конец года он встал на нашу сторону. Но нужно еще подработать, конечно же, чтобы было, чтобы покупать все подарки перед новым годом. Всего доброго, до свидания.